Всем привет! В этом выпуске я рассказываю, как менять ротор на шести болтах. Что нам нужно? Нам нужно либо шестигранник, либо торкс, в зависимости от того, какие болты у вас используются. Мы аккуратненько, стараясь не сорвать резьбу, страгиваем болты. Напоминаю, что болты откручиваются против часовой стрелки. Отлично! Как только вы струнули, можно их выкручивать полностью. Итак, мы открутили старый ротор. Теперь время поставить новый. Я решил попробовать диск-аллигатор тормозной. Вот, тоже на шести болтах, такого фиолетового цвета, под цвет моего выноса. У меня есть два варианта сейчас. Либо обратно поставить старые болты, либо использовать те болты, которые идут в комплекте с этим диском. Так как старые болты некоторых, головка уже разбита. Поэтому я использую новые болты. Так как они под торкс, я заменяю инструмент. Обращаю ваше внимание, что болты покрыты фиксатором резьбы, который выполняет одновременно функцию антизакисателя для резьбы. То есть, вот, покрытый такой резьбой болты, скорее всего, не закиснут у вас креплений. Болты надо закручивать полностью, но не затягивать, чтобы они были свободно накинуты. Сначала делается, так сказать, натягивание... Сначала делается установка болтов, так сказать, ставится, а потом все болты протягивают. Обращаю ваше внимание на стрелку. Это важный момент. Она указывает направление вращения ротора. Это сделано для того, чтобы, если вы поставите ротор наоборот, он у вас может деформироваться во время торможения, потому что нагрузка ляжет не на усиленные стороны, и ротор просто уйдет в спиральку, деформируется. Если вот так положить колесо, то стрелочка должна указывать против часовой стрелки. Итак, болты закручены, но не затянуты. Есть несколько важных моментов. Первый момент. Болты стоит затягивать крестом. Это более равномерно усадит диск на крепление. Второй момент. Ротор желательно менять вместе с колодками, потому что колодки притерлись к тому диску. Если вы меняете только диск, скорее всего колодки будут либо скрипеть, либо быстрее вытащат борозды на новом диске, если вы поставите их в разное время. Особенно вредно ставить на старой колодке новый диск. Показываю старый диск. Мы видим характерные борозды, которые вытащили колодки. Вот, собственно говоря, чтобы здесь таких же борозд не образовалось, стоит поменять и колодки сразу. Так как я уже показывал в выпуске, как меняются колодки на моем тормозе, здесь я показывать это не буду. Я меняю вместе с колодкой. Итак, все болты протянуты. Если вы обратили внимание, я работал голыми руками, потому что мне неудобно с такими маленькими предметами работать в перчатках. Поэтому я оставил на роторе жирные следы. У вас есть два варианта. Либо работать в перчатках, чтобы этого избежать, либо почистить диск. Один из самых простых вариантов – это спирт. Но спирт сейчас не так легко достать. У меня лично его дома нету. Поэтому я нашел в Леруа Мерлен очень классное средство, которое реально обезжиривает поверхность. При этом очень хорошо это делает и стоит гораздо дешевле спирта, по-моему. Вот. Это вот такой вот обезжириватель. О нем выпуск еще отдельный будет. Вот. Сейчас я просто протру диск этим обезжиривателем. Уберу все свои следы, так сказать, присутствия. И можно ставить диск и ездить. Главное, когда используете ватные диски, как это делаю я, следите, чтобы кусочки этих дисков не остались на роторе. Как бы они особо не повлияют, на самом деле, на торможение, но могут засрать немножечко колодочки или ротор. Оно вам надо? Я Алексей. Спасибо за внимание. Рассказывайте друзьям. Говорите, может быть, что-то еще вам интересно о ремонте велосипедов посмотреть. Я постараюсь это сделать. Рассказывайте друзьям. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Я Алексей. Бай! Чего клепче? Хочешь залезть? С другой стороны наделать. Кстати, зачем мой телефон скинул, а? Лысо. Криво. Криво. Ну что урчало-мурчало? Не получается диск выковырять? Хочется? Ты мне уже болты утащил. Хватит. Криво. 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 Продолжение следует...